всем привет вы на канале вкусные истории и я наталья михайлова сегодня буду печь баурсаки настоящие казахские баурсаки и поделюсь с вами этим рецепт для баурсаков мне понадобится вода теплая одно яйцо столовая ложка сахара соль 20 грамм сырых дрожжей баурсаки лучше делать на сырых дрожжах не на сухих и 100 грамм сливочного масла масло у меня для выпечки если нет сливочного масла можно добавить 50 грамм растительного масла в тесто так для начала я развожу дрожжи в теплой воде и сразу высыпаю все сахар соль одно яйцо и масло теперь это все прям вот так вот руками тесто я буду замешивать руками поэтому я сразу все размешиваю руками и насыпаю муку муку я буду высыпать постепенно чтобы не забить тесто когда тесто уже практически перестанет липнуть к рукам я его выкладываю на стол и буду замешивать еще на столе тесто на баурсааки я всегда замешиваю много сразу потом вот так вот отделяю половина и одну часть убираю прям в морозилку когда надо досталось пекла так как я живу в казахстане и у нас сегодня праздник а на праздник всегда мы печем баурсааки очень вкусные пышные баурсааки и еще мы варим бешбармак кому интересно как я варю бешбармак ссылочку я оставлю в описании под видео можете пройти посмотреть это очень вкусное блюдо много мяса вкусная тонкая тесто и очень вкусный бульон переходите смотрите так одну часть я убираю в пакет и в морозилку тесто я убираю в морозилку как только замесила и сразу убираю пока она у меня будет размораживаться она подойдет а с этого теста я сейчас буду покладу его в чашечку подожду когда поднимется и будем печь баурсааки сегодня чашку накрываю крышкой оставляю прямо на столе и буду ждать пока тесто у меня не поднимется хорошо как поднимется будем раскатывать и печь баурсааки ну вот прошло буквально 40 минут тесто у меня вот так вот подошло чашка у меня трехлитровый посмотрите как поднялось хорошо тесто перед стол присыпаю мукой выкладываю тесто вот так вот разрезаю его на кусочки и раскатываю тесто раскатывается довольно легко раскатывайте так тесто какую толщину вы хотите я раскатываю примерно как на пельмени тесто дрожжевое она еще сейчас поднимется и нарезаю примерно по 5-6 сантиметров вот так вот вот такие палочки не обязательно прям одинаковые так вот все и раскладываю их нарезаю все тесто все и теперь вот эти вот баурсааки я отправляю жарится вот у меня есть специальный такой маленький казаночек в котором я жарю баурсааки он трехлитровый и узкий я туда наливаю примерно грамм 700 масла масло хорошо разогрелось теперь я складываю свое тесто с удовольствием и сразу их мешаю чтобы они полностью были в масле чтобы они жарились со всех сторон смотрите какие они становятся пышные красивые огонь должен гореть хорошо если будет медленный огонь баурсааки будут жесткими посмотрите как они вздулись хорошо сейчас они быстро-быстро так вот пожарятся все и вот такие красивые волосаки я вытаскиваю ну что друзья вот столько баурсаков у меня получилось с половины теста половина теста я убрала в морозилку посмотрите какая красота какие они пышные ароматные такие баусаки можно кушать даже с супом они нейтральные не сладкие не соленые очень вкусные я очень рекомендую приготовить баусаки по моему рецепту они получаются очень вкусными я желаю всем приятного аппетита готовьте с удовольствием подписывайтесь на мой канал всем пока пока